Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Рубан Евгений Юрьевич. Евгений Юрьевич, что здесь происходит вообще? Происходит ментовский беспредел. В плане? В плане приехала одна патрулька, остановил начальник. За что? С самого начала? За нашу деятельность. То есть мы обрезаем деревья в отделе образования. Вот это ваша машина? Это наша машина, да. Везли древесину, нас остановил начальник, не по форме. Начальник чего? Дорожки. Ваш начальник? Нет, ну, милицейский начальник, да, остановил. Сказал, сейчас приедет патрулька, мы говорим, будем разбираться. Покажите документы, есть у вас на древесину? Документы, есть у вас? Документы, да. И что эта древесина законно была спилена, есть у вас? Доброго дня. Доброго дня. Вот есть договор с делом образования. Заключенный 22.03. Подписанный вот с двух сторон на обрезку деревьев по всем закладам ОСВИТы. А где вы это обрезали? 25-я школа. А где она здесь по дороге? Это улица Малиновского. А это мы сейчас где находимся? На улице Лапинской. То есть вы с Малиновского ехали по Лапинской? Да, ехали с Малиновского по Лапинской. Я понял. С дровами были остановлены? Приехал один патруль, приехал СОВ. Мы разобрались, проверили наши документы, все уехали. Кто тут старший среди полиции? Среди полиции не знаю. Кто-то вот из них старший. С автоматами, которые? Ну вот приехали, я не знаю, вторую машину вызвали. Почему-то без номерного знака. Доброго дня. Доброго дня. Добрый день. Не отвлекает, пожалуйста. От чего? От праи. Я хотел представиться, журналист Виктор Артеменко. Очень приятно. А кто у вас старший здесь? Все по чуть-чуть. Это я вас отвлекаю от праи? Ну конечно. Кто мне может ответить на вопрос, почему затребано? Пресс-служба национальной полиции Украины. Еще раз. Пресс-служба вам ответить на все вопросы. Вы отвлекаете, пожалуйста. Кого мы ждем сейчас? Где следователь? Все здесь. Договор. Регионал. А сам договор, Регионал. А можно показать? А можно показать? Нет. Нет. А вы кто? Я представитель ФОП Луговой, адвоката Нищенко. То есть вызвали на вот это вот событие. Это Евгений вам позвонил? Да, да. Евгений позвонил, приехали. Ну стоит полиция. Ну была патрулька только. Задавали вопросы по документам. Документы предоставили. На вопрос, что мы еще ждем, ждем следственно-оперативную группу. Следственно-оперативная группа приехала, тоже сделала фотографии. Поехала на место проведения работ. Там удостоверилась, что все в порядке. Взяли пояснение у Евгения, у директора школы, у завхоза школы. Отзвонилась патрульным, сказала, что да, все в порядке, машину можно отпускать. Патрульная уехала. Тот самый начальник, начальник, он не начальник, кто их останавливал. А как представился он? Да он никак не представился на Шкоде, такого фиолетового немножко цвета. А это настоящая полиция или может быть это не полицейский? Ну никто документов не показывал. А можно ваши документы, молодые люди? Вернули полицию обратно. Приехала машина без номеров, дальше уже следующая. Поэтому, ну, как-то вот рейлеры. Дело в том, что я уже не первый день в журналистике и первый раз сталкиваюсь вот с таким отношением полиции. Если у вас есть какие-то вопросы, ну, пожалуйста, мы сделаем свою работу, а потом задавайте. Ну, вы же видите, что мы сейчас заняты. Так а в чем ваша работа? А в чем ваша работа? Вы задерживаете машину без оснований, но уже второй час. В фейсбуке сейчас сидите, или что ваша работа? Вы документов не составляете, ничего, телефонным правом занимаетесь. Я второй час не задерживаю, вы только приехали, если вы не видели. Так вы уже какие по счету приехали? Весь городел сюда сейчас приедет, на одну машину. Наверное. А почему у вас автомобиль без номеров? Это ваш автомобиль? Беспонятно. Девушка, здравствуйте. А вы следователь или кто? Да, я следователь. Ну, а что здесь происходит вообще? Я не буду отвечать на камеру. Вот, мужчина представился адвокатом. Почему он не предоставил документы? Ну, потому что я его знаю, наверное. А я его не знаю. Ну, вот он вам сейчас и предоставлял. Вы на камеру покажите, но вы же с ним ведете видеорганизацию, пожалуйста. Да, пожалуйста, а вы можете свои показать. Покажете? Нет? Весь жетон. Да он закрытый даже ремнем, это раз. А жетон, к нему удостоверение идет согласно закону нас полиции. А вызовите сейчас сотрудников госавтоинспекции, может быть, пускай составят протокол на владельца. Транаук Татьяна Павловна, следователь. Хорошо. Почему у вас машина без номерных знаков? Ну, патрульная полиция пусть составляет протокол. Составляйте протокол, кто здесь патрульная полиция? Патрульная полиция, конкретно мы, и не надо просто нарезать задачи, что мы, что нам делать, хорошо. Сейчас разговорим. Нет, я же не указываю, что мы. Сейчас идет разговор и решим. Конкретно про газон с дровами. Сейчас идет разговор. Вот. Подождите, если я сейчас достану огнестрельное оружие, начну им размахивать, вы не будете меня задерживать? Вы будете газоном заниматься? Мы сейчас разговариваем, прошу, я тоже могу сказать, что я могу достать и делать то-то-то. Нет, так вот, перед вами, перед вами сейчас... Это не нарушение, нет? Это не нарушение. Вы должны отреагировать. Мы вам об этом... Экипаж сейчас конкретно один, правильно? Что? Экипаж сейчас работает один, по данному вопросу. Правильно? Ну вы не работаете, у вас трое, у вас трое, и двое приехали. Тут не два экипажа. Сейчас занимаемся конкретно этим автомобилем. Так а чем вы занимаетесь? Я вам уже все... Нет, ну вы сейчас стоите, вы стоите, перезваниваетесь с кем-то. Вы стоите с кем-то перезваниваетесь. Чем вы занимаетесь конкретно? Я вам конкретно уже все... Вы ничего не... Вы сказали, мы работаем, чем вы работаете? Машина стоит, вы стоите, что мы ждем, непонятно. Выполняем телефонные звонки непонятных людей. Хорошо, Евгений, я первый раз с таким сталкиваюсь, честно, с хамским каким-то поведением. Они приезжают второй раз. Они раз уехали, пожелали нам счастливого пути, с документами разобрались, все в порядке. То есть начальнику не понравилось, проверили место, взяли показания, как бы у меня, у директора школы, сказали, все у вас все хорошо. Отозвали патруль, патруль уехал и через пять минут вернулся обратно, как бы их что-то не устроило, забрали документы у водителя и права, и техпаспорт, и куда-то начальник с ними уехал. То есть, а эти ничего не говорят, они просто стоят. Ладно, я тогда... Мы ждем. Кого ждем, зачем ждем? Евгений, давайте на связи тогда будете. Я сейчас постараюсь побыстрее придать огласке, а вы мне отзвонитесь в конце по итогу. Хорошо, что будет? Да, хорошо. Спасибо.